Сына Человеческого, грядущего на облаках многою и славою, и тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. «Истинно говорю вам, не прийдет род сей, как все это будет. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут». Только что мы с вами слышали слова нашего Господа Иисуса Христа о том, что будет происходить в этом мире накануне Его уничтожения. Причем мы не можем не заметить, что перед тем, как этот мир будет уничтожен, уровень зла и его распространение достигнет своего максимального предела. Об этом видно из самих слов Спасителя о том, что дни, предшествующие к концу мира и его славному второму пришествию, не иначе можно назвать как скорбь. И когда скорбь, то есть страдание истинных последователей Господа Иисуса Христа достигнет своей высшей точки, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Блаженный Иероним Стридуанский поясняет, солнце и луна помрачатся и не дадут света своего, и прочие светила упадут с неба, и силы небесные придут в движение не вследствие уменьшения света, а вследствие того, что по сравнению с истинным светом все будет тенисто, темно по виду. Помрачение солнца и луны будет связано с тем, что на небе явится сам Сын Человеческий, который окажется светлее и ярче солнца и всех звезд вместе взятых. Второе пришествие Христа окажется вовсе не таковым, каковым было Его первое пришествие. Первое было в взраке раба, в смирении, в кротости. Второе же будет в славе и величии, которые подобают одному только Богу. С чем связана такая разница? По замечанию святых отцов, такое различие, в особенностях первого и второго пришествия, обусловлено прежде всего тем, для чего и с какой целью они совершаются. Первое пришествие Сына Божия, как мы знаем, имело своей целью спасение человеческого рода, дарование Ему возможности победить над собой власть греха, дьявола и смерти. Второе же пришествие, так сказать, подведет некий итог тому, как же все-таки человечество воспользовалось той возможностью и тем даром, который Ему дал воплотившийся Сын Божий. Именно поэтому, как гласит Евангелие, Христос Господь сразу же после Своего явления пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров от края земли до края неба. Блаженный Феофилак Болгарский замечает, что само неспослание ангелов за избранниками Божьими, то есть теми, кто всей своей жизнью доказал свою верность Богу, говорит только об одном – о том, насколько более славными окажутся в Царстве Божьем люди по сравнению с ангелами. Эти слова нисколько не расходятся с традицией Церкви, ведь еще святой апостол Павел в своем послании к евреям замечает, что ангелы – это никто иные, как служебные духи, главной целью служения которых является спасение человеческого рода. Когда христиане увидят наступление указанных Господом признаков, они должны вспомнить Его слова, что «не придет род сей, как все это будет». Но неужели второе пришествие Христа должно было произойти еще при жизни современников Спасителя? Как можно понять слова о том, что «не придет род сей, как все это будет»? Может ли быть такое, что Христос ошибся или того более обманул своих последователей? Конечно же нет. Евангелие – это слово самого Бога, а Бог – это средоточие правды, в которой нет и не может быть никакой лжи. Приведенные слова Господа святитель Иоанн Златус поясняет следующим образом. Когда Христос говорит, что «не придет род сей, доколе не исполнится все им сказанное», Он имеет в виду не поколение людей, живших в Его время, а вообще род христианский. Другими словами, Господь говорит, что не закончится род христианский, и Его Церковь будет существовать до тех пор, пока не сбудутся предреченные им события. И именно поэтому сегодняшняя Евангелие заканчивается утверждением Христа. «Небо и земля приедут, но слова мои не приедут». Святитель Григорий Двоеслов отмечает, последние слова Господа могут показаться довольно странными, ведь, по сути, нет ничего более прочного и неприходящего, чем небо и земля, которые пережили не одно поколение людей и всевозможных катаклизмов. И в то же время нет ничего более легкого и непостоянного, чем человеческое слово, которое не всегда переходит в дело. Однако для Бога это все не так. Его Божественное Слово крепче и тверже, чем самый твердый камень на земле. И все то, что исходит из уст Божьих, обязательно реализуется, как об этом говорит святой пророк и псалмопевец Давид. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Помня об этом, мы должны всю свою жизнь направлять на то, дабы оказаться в числе тех, кто во время второго и славного пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа окажется призванным святыми ангелами Божьими к вечному блаженству. Ведь именно для этого блаженства мы и созданы Богом, Который всегда хочет одного. Не погибели человека, но его вразумление и пришествие в познание истины. Истины о том, что Царство Небесное – это реальность, которая нам откроется лишь в том случае, если мы впустим в свою земную жизнь Господа Иисуса Христа, который и преобразит нашу временную жизнь в жизнь вечную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова